Здравствуйте! Вы смотрите программу Актуальное интервью. Сегодня у нас в Гластях глава города Леонид Черкесов. Леонид Черкесов. Председатель Чебоксарского городского собрания депутатов. Дважды избирался от округа номер 10. Кандидат медицинских наук, врач высшей категории. В 1999 году был признан лучшим хирургом Чувашской республики. Автор многих научных трудов. С 2002 по 2010 годы главный врач городской больницы номер 7. 19 октября 2010 избран главой города Чебоксары. Женат, воспитывает двоих детей. В свободное время любит работать в саду, вместе с семьей заниматься плаванием и лыжным спортом. Любимый композитор и исполнитель Юрий Антонов. Любимая книга «Война и мир» Льва Толстого. Недавно в соавторстве издал учебное пособие по хирургии для студентов медицинских вузов. Леонид Ильич, здравствуйте! Здравствуйте! Очень приятно видеть вас сегодня в нашей студии. У нас есть несколько вопросов к вам, не только как главе города, но и как председателю Чебоксарского городского собрания депутатов. Вот недавно прошло юбилейное 50-е заседание собрания депутатов. Вы подводите некую черту под своей пятилетней работой. С вашей точки зрения, какие главные достижения есть у нынешнего депутатского корпуса? Ну, хочу отметить, что самое, я считаю, важное и главное достижение нынешнего депутатского корпуса – это конструктивная работа депутатского корпуса на благо города и горожан. Конструктивная работа с администрацией города и депутатского корпуса. Я считаю, это очень важно. Не было бы таких политических разногласий, политических дискуссий, а все работали, и депутаты, и администрация, конструктивно над экономикой города, инфраструктурой города, на благо города и горожан. Но еще я хочу отметить, что конструктивная администрация депутатского корпуса с республиканскими органами власти. И это, конечно же, такая конструктивная работа, конечно же, она приносит плоды. Действительно, депутатским корпусом за пять лет проведена большая работа. Принято более двух тысяч нормативно-правовых актов. Я считаю, что самое важное – принято Генеральный правиль развития города. Это очень важно. К этому мы готовились последние два-три года. И это даст толчок к развитию нового города. Принято правило благоустройства. Это тоже важно. Мы должны идти ногу со временем. И должны быть современные правила благоустройства. Принято правило размещения нестационарных торговых объектов, которые утверждаем на собрании депутатов. Было принято то, что общественный транспорт, конкурсы на маршруты разыгрываются только по конкурсу. Это тоже важно. Это должно значительно улучшить работу общественного транспорта. Ну и шли ногу со временем те нормативно-правовые акты, которые были необходимы. Они принимались своевременно, без задержек. Депутаты понимали, что это необходимо. Конечно же, это и бюджет города. Мы каждый год по несколько раз его уточняли. Конечно же, было приятно. Это в сторону увеличения, уточняли мой бюджет города. И если посмотреть бюджет города, по сравнению с 2010 годом, он практически увеличился в два раза. И здесь я вижу тоже большая заслуга и депутатского корпуса, и администрации. Мы говорим, что на собрание депутатов тоже принято, что все земельные участки, которые есть в городе, они тоже будут только через аукцион, только через конкурсы. Это тоже дало пополнить значительный бюджет города Чебоксара. И если посмотреть, вот пример, по итогам прошлого года, 2014 года, те рекламные конструкции, они были значительно уменьшены. Но все равно упорядоченной работы этой службы помогло увеличить бюджет в три раза практически по сравнению с 2013 годом. И таких примеров множество. Я говорю, что этот созыв депутатства сможет... Я хочу и лично, я доволен работой депутатского корпуса, доволен той слаженной конструктивной работы депутатского корпуса на благо города и горожан. Как никогда, по сравнению с другими созывами, депутатский корпус тесно взаимодействовал и работал с администрацией города. Вот здесь во всех вопросах было полное взаимопонимание. Конечно, в некоторых вопросах были и горячие споры, и горячие обсуждения. Но в итоге приходили к единому временю. И в первую очередь были высшие, ставили интересы города и горожан. Но следующее я хочу здесь отметить, что депутатский корпус администрации города тесно работал с республиканскими органами власти. И мы говорим, что только благодаря такой слаженной работе, слаженной работе с администрацией главы республики, с главой республики тоже принесло значительные плоды для города и горожан. Ну и мы участвовали во всех федеральных конкурсах, федеральных программах. Это работа и по фонду реформирования ЖКХ. Более 700 миллионов было выделено, выиграно городом от фонда реформирования ЖКХ. Это и мы получили премию, участвуя на самой благоустроенной городе Чебоксары. Тоже премиальные средства были отправлены на благоустройство. Это то, что по итогам 2013 года, по эффективности работы органов власти, Чувашия заняла 14 место и получены 165 миллионов премиальных средств на поощрение. И здесь глава республики решил направить эти средства в город Чебоксары и был закуплен детский садик в микрорайоне Богдана Хмельницкого. Я думаю, что это тоже сейчас, в данное время, премию получен в ноябре, а в декабре уже детский сад был запущен. И выкуплен у застройщика, который на свои средства этот детский сад строил. И как раз это тоже говорит, что эффективность работы, потому что средства получены, они уже запущены в дело, они уже работают. Детишки ходят в этот детский сад. Я же здесь много примеров, много перечислить. Очень много грантов было получено и городами, и республиками. И, конечно же, это средства тоже на благо города и горожан были направлены. Очень много у нас и школ, и детские сады участвовали в федеральных проектах, республиканских проектах. И это тоже на материальную поддержку самих учреждений. И я думаю, что вот такая тесная работа со всеми структурами. Я еще хочу здесь отметить, у нас была тесная работа с учреждениями, с коллективами разных форм собственности. Было полное взаимопонимание, тесная работа с ТОСами, советами многоквартирных домов. Вот такая конструктивная работа всего депутатского корпуса администрации, и она и давала результаты. Ну, сейчас настало время отчетов перед избирателями, да, за пять лет, что сделано за пять лет, какая работа выстроена у депутатов с избирателями в округах, на местах? Сейчас летняя пора. Дважды в год мы отчитываемся перед своими избирателями. И этот летний период наши депутаты отчитываются перед избирателями. Проходят встречи во дворах, и эти встречи конструктивные. Здесь мы решили, у нас налажено уже последний год, это в рамках проекта «Открытый город», когда администрация города, когда депутаты встречаются с населением, получают наказы, выезжают на месте. Вот сейчас, этим летом мы решили провести такую акцию, встречаем лето вместе. Когда горожане, мы встречались, они давали нам наказы, что вот многие, когда проходят праздники, День республики, День города и другие, День России, они многие не посещают те центральные мероприятия, которые проходят в городе, в республике. И было принято нам предложение, что проводить встречи во дворах и концертные программы, чтобы жители могли пообщаться и с депутатами, и с администрацией города, ну и посмотреть концертную программу. И как раз в летом, в рамках этого города проходят встречи депутатов, они отчитываются о своих микрорайонах перед своими избирателями, получают наказы. И я считаю, что эти наказы мы делим на три части. Те наказы, которые сейчас моментально можно решать, они депутаты сами, совместно с администрацией, с управляющей компанией они решают. Те наказы, которые необходимо тоже решить в ближайшее время, но необходимо найти средства, мы их аккумулируем в администрации, рассматриваем, изыскиваем средства и тоже планируем решить. Но те наказы, которые, конечно, серьезно финансирование делают, такие как эти дворовые площадки, капитальный ремонт дворов и капитальный ремонт домов, мы их собираем, эти наказы. Обязательно будем стараться, чтобы в следующем году, в 2016 году, они попали в план и капитального ремонта, план ремонта дворовых территорий, и детские площадки постараемся, и автопарковка сейчас стала актуальна, и в план работы следующего года мы их входим. Вот такая большая работа, и каждый наказ нашего избирателя, избирателей мы обязательно фиксируем и обязательно подконтролируем. Я даже сам лично просматриваю от всех депутатов, какие наказы в город поступают, чтобы они, каждый бы, чтобы этот наказ был под вниманием и администрации города, но и те наказы, которые на уровне республики, мы до руководства республики тоже доводим. Ну, наверное, действительно, из-за этих вот маленьких дел, маленьких наказов, маленьких каких-то проблем, складывается общая картина. Недовольство жителей, наоборот, или наоборот, их какого-то благоприятного, положительного отношения. Ну, да, такая акция проходит у вас уже второй месяц, да, вот про мероприятие во дворах, достаточно интересная акция. Конечно, инициатива идет от жителей какая-то, то есть неужели вот просто депутат пришел, сказал, я хочу провести. Сами жители выходят с предложениями? Да, сами жители выходят с предложениями депутата, вот мы хотим тоже в нашем дворе провести эти мероприятия. Даже и ко мне бывало, что обращаются с горожанами, а вот мы хотим, чтобы наш депутат провел вот здесь, в этом месте, еще во дворе. Это тоже есть такое, мы это обсуждаем. И, конечно же, жители еще хотят таких праздников, они говорят, а вот в нашем дворе вот тут проводили, мы пришли просто посмотреть, нам тоже понравилось, и в нашем дворе хотим эти мероприятия провести. Конечно, в рамках праздного дня города мы еще будем эти праздники проводить, наши депутаты будут встречаться с избирателями, план работы уже расписан, и я думаю, что тоже в перспективе эта работа будет продолжена. Ну и вы, как депутат, насколько я знаю, тоже отвечаете на какие-то просьбы избирателей, недавно в вашем округе, по-моему, жильцы вышли с инициативой пруд облагородить как-то. Действительно, это интересная акция. Вот когда праздник двора мы проводили, очень активный житель к нам обратился с просьбой, есть прекрасное место, пруд, нужно бы его очистить. Там плавают утки, горожане любят отдыхать на территории, на берегу Обиковского пруда, Обиковский лес тоже. Мы не просто вышли, а мы вышли с акции, очистили лес Обиковский, вышли на субботник, и сами жители, и вышли, попросили инженерную защиту, они, чтобы очистили пруд. Действительно, в течение трех дней пруд очищали. Я думаю, что это приятно. Я очень рад, что ко мне обратились с такой просьбой, потому что это конструктивный. И сам житель в течение трех дней, он сам участвовал в этом мероприятии и сам остался доволен, что есть результат. И много таких наказов мы получаем. Мы получаем наказы не только в плане того, что конкретно заасфальтировать, а интересных акций. Совместных акций. Да, совместных акций, которые можно проведить. Они говорят, они уже готовятся к осени, посадка деревьев. Они говорят, вот хорошо бы у нас вырубить старые деревья и посадить новые. Мы готовы, сами участвуют. Вот эти акции приветствуются. Мы сейчас говорим, что и асфальтировка дворовых территорий, и автопарков, и детские площадки – только согласие наших жителей. Спасибо большое, Леонид Ильич, что приняли участие в нашей программе, ответили на наши вопросы. А я напомню, что сегодня в программе «Актуальное интервью» принял участие глава города, председатель Чебоксарского городского собрания депутатов Леонид Черкесов. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok